Добрый день, уважаемые партнёры компании «Пукайдан Горд». Сегодня я рада приветствовать вас на очередном нашем тренинге. Рада пообщаться с вами, поделиться своим опытом в бизнесе MLM-индустрии. Меня зовут Айман Шакабаева. Я бизнес-тренер. Работаю в MLM-индустрии уже более 15 лет. Я являюсь коуч-тренером по созданию новых технологий в MLM, программах в MLM-компаниях. Сегодня я с удовольствием вам представляю нашу новую тему, которую я создала как авторский проект. Это тема «Тайм-менеджмент в MLM-индустрии». То есть очень важный такой процесс, как мне всё успеть, как мне сегодня начать управлять своей жизнью в бизнесе, как мне балансировать между семьёй и бизнесом. То есть «Тайм-менеджмент» — это управление. Управлять временем достаточно сложно, потому что у каждого человека в нашей жизни 24 часа. Как бы там ни было, эти 24 часа мы должны как-то распланировать. То есть планирование в бизнесе — это очень важный этап для того, чтобы получить результаты, для того, чтобы получить разные ресурсные состояния и получать удовольствие от бизнеса, от отношений, от отношений к своей жизни. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, как же начать управлять. Управлять своей жизнью, управлять своим временем в формате бизнес-концесса. Сегодня очень важно говорить о том, что управление и полный такой контроль над своей жизнью — это формат успешных, осознанных, зрелых людей, которые обладают такой бизнес-мудростью, которые ведут людей за собой. Если они сами не умеют управлять своей жизнью, сложно сказать, как же они могут управлять большими командами, большими регионами. Поэтому мы сегодня будем говорить о своём отношении в бизнес-управлении, в бизнес-запросах. И основные шаги нашего тренинга, основная цель — я работаю всегда по шаговым инструментам, чтобы было понятно, ресурсно. Сегодня будет шесть основных шагов в то, что я рекомендую для улучшения качества бизнеса, для повышения результативности своей жизни, для того, чтобы пойти к людям с точными форматами то, что вы хотите предложить, для того, чтобы на всё хватало времени. И первый шаг нашего такого тренинга сегодня вебинара — это шаг, который ведёт к основному запуску. Зачем же мне управлять своей жизнью, своим временем? И тайм-менеджинг — это такой тайминг, да, то есть как я отношусь вообще к ресурсу жизни, как я отношусь к своему времени, и сколько времени я уделяю на те вещи, которые приносят мне доход. То есть очень важно понимать, что доход приносит именно конкретные шаги, конкретные планы, конкретные цели, которые я планирую в течение нашей жизни и своё отношение к бизнес-процессу. Первый шаг нашего тренера, Ильга, — это прояснить свою цель. Ну, это большая тема для того, чтобы работать в сфере вообще цели устремлённости, цели полагания, цели направления, да, то есть. И сегодня вкратце я расскажу, что же такое именно прояснять свои цели в бизнес-процессе, да, то есть я, конечно, за баланс, чтобы и в семье, и в бизнесе было такое равновесие, и в чувствах мы себя чувствовали, что нет перекоса по этому направлению. Но сейчас мы будем говорить именно о целях в бизнесе. Очень важно, что создать. То есть много тренингов вообще по цели. Какие-то тренинги говорят о том, что тренера в тренингах говорят о том, что нужно создать мульти такие задачные цели, да, очень много целей на год. И по опыту моей жизни, моей работы, можно сказать, что если вы создаете 100 целей на год, то это нереально их вообще выполнить, нереально достигнуть. И когда слишком много каких-то задач на год, то падает вот эта планка эффективности, планка успешности. Формируется такая энергетическая прослойка, когда не хватает энергии на все эти задачи. Поэтому я рекомендую в этом шаге прояснить 3-4 главные цели для себя в год. То есть 3-4 цели, которые я буду фокусироваться в течение года. И эти 4 цели, если говорить об этом, 3 цели я говорю о том, что эти цели должны касаться только бизнеса, только финансового успеха, только результативности в финансах. И одна цель, она должна касаться нашего здоровья. Значит, цель связана с наполнением энергии, с получением удовольствия от жизни, с какими-то нашими хобби, спортом, богой. То есть это обязательно такая системность нашей жизни, для того, чтобы анализировать и систематизировать свою жизнь в плане определенных целей. И, конечно, из этих 3-4 целей вам важно поставить главную цель. Это ваш фокус, это ваша такая площадка, где вы будете фокусироваться целый год на одной цели. Ну, например, когда я работала в MLM-индустрии, ну, как вот у нас в обуде компании, то у меня была такая цель одного лидера в год запустить на уровень, например, в вашем маркетинге, например, 21. То есть один лидер – 21%. То есть вот в год, если вы выведете лидер на такой уровень, то сами вы, конечно, достаточно хорошо будете обучаться, показывать пример. То есть не сами становиться 21, а именно под собой сформировать такую лидерскую структуру. Или, например, выйти на постоянный доход в миллион тенге в месяц, то есть постоянный товарооборот в каких-то объемных бонусах. То есть вы все время ставите главную цель. Я рекомендую, ну, сегодня много таких, знаете, тренингов, лидеризации, да, когда вы показываете себе, то есть напишите эту цель на холодильник, повесьте, да, то есть дома, где-то в телефоне. То есть вы должны сфокусироваться на этой цели, сконцентрироваться и весь год думать только о ней. То есть тогда фокус вашей энергии, энергопотратности будет идти именно на эту цель, на реализацию этой цели. Главная цель нашей жизни в бизнесе – это получение финансового такого процветания, финансового успеха. И очень важный вопрос приносят ли те действия, которые я делаю, сегодня у меня финансовое благополучие, финансовую свободу. Это очень важный формат, на который нужно обращать внимание. Главная цель – это формат, как вы знаете, стрела, летящая цель, да, то есть если… И цель, конечно, она должна быть одна, ну, будут вспомогательные, дополнительные, конечно, цели, но формат главной цели – это очень важный фокус. Что еще важно в целях? В целях, когда вы определяете свою главную цель и 3-4 цели в год, очень важный формат – это миссия. Миссия моей жизни, миссия моего бизнеса, да, то есть если компания «Мир Пукайдана» выпускает миссии здоровья, красота и благолетья, да, это классная миссия. Это формат, когда вы двигаетесь в определенную миссию, то есть каждое слово – это целый такой, знаете, конгломерат таких энергетических затрат компаний, да, на то, чтобы эту миссию внедрять в жизнь, рассказать об этом людям. Поэтому для того, чтобы работать эффективно в бизнесе, нужно определить свою миссию в жизни. Ну, например, моя миссия в жизни – это находить бизнес предназначения, запускать лидеров, запускать командообразующие такие форматы, да, то есть умение общаться, коммуникабельность, быть искренним, быть ответственным за то, что ты делаешь, относиться ко всему очень серьезно, с той степенью зрелости в бизнесе, да, чтобы людям было интересно то, о чем я говорю, то, что я передаю как опыт, знания, навыки. Поэтому миссия моя – это именно запускать такую энергию, создавание такой нужности людей, да, то есть когда я работаю в любимом деле, да, то есть в готовности помогать людям и с позитивным настроем, да, что все, что я даю, это важно для людей, важно услышать, поделиться, пообщаться и получить обязательно конкретные результаты, зачем я это делаю. Ну, например, миссия компании World Disney, да, то есть почему это такая предстоящая компания? Это миссия связана с тем, чтобы взрослым подарить мир сказки, мир детства, да, то есть была такая миссия World Disney. Поэтому, когда вы создаете свою внутреннюю жизненную миссию и главную цель на год, в которой вы будете фокусироваться, вы будете двигаться в этом формате, то вы будете наполняться энергией. То есть очень важно понимать, что вам дает энергию. Если ваша цель не дает вам энергию, а забирает, то нужно поменять свою цель. Очень важно в цели полагания каждый день создавать цели. Ну, например, 3-4 действия в день, которые мне приносят результат, которые, породвигая, двигают меня к своей главной цели. То есть я фокусируюсь, и все действия в течение дня у меня фокусируются на том, чтобы достичь результата именно в своей жизни, в своей результативности, да, в плане бизнеса, партнерства, команды образования, лидерства. То есть это очень важные вещи, когда вы, ну, с внутренней миссией, с внутренним настроем идете к людям и рассказываете о том, что есть миссия компания, она совпадает с моей внутренней миссией, да, помогать людям, исцеляться, приводить к долголетию. Еще можно запустить такой национальный блог Казахстана, да, «Оздоровление нации», такая официальная программа Казахстана. То есть очень важно соединять несколько миссий и идти с этим настроем к людям, да, рассказывая о том внутреннем наполнении, в котором вы живете, в котором вы двигаетесь, и что это приносит для вас как цель вашей жизни. Важны цели направления, цели устремленности. Очень важно иметь видение, да, то есть видение – это видение своего проекта, что же он будет через 5-7 лет в моем бизнесе. Я, например, всегда пишу 5, 10, 15 лет цели, да, то есть долгосрочные цели. Здесь краткосрочные цели, здесь среднесрочные и долгосрочные. Так вот, видение проекта – это та мишень, куда мы двигаемся, да, 5-7 лет. То есть ваш образ, какая я через 5-7 лет, в каком финансовом состоянии я, как я выгляжу, как я отношусь к своей жизни, как я вообще себя чувствую в этот период жизни. Ну, например, через 5-7 лет вы стоите на сцене, да, то есть вы тренер, вы лидер компании «Мир Каидана», то есть 21, да, уровень ваш. То есть вы тебя представляете. То есть это такая формация долгоскрочных перспективов энергонаполнения, да, то есть когда вы фокусируетесь на том видении, чего я хочу добиться через 5-7 лет в моей жизни, как я себя вижу, да, и очень важно взять ручку, листочек и написать. То есть каждый год прописывать эти долгосрочные цели, видение, проверки, каждый год ваше видение будет меняться, но если вы фокусируетесь на этом, то это очень важно. Второй шаг нашего тренинга – это составление в списках задач, девятий, тайм-обещаний. Здесь я рекомендую такую технологию, упражнение, дневник успеха называется. Я еще называю это дневник осознанного успеха, да, то есть когда вы бедете дневник своего бизнес-направления, да, то есть что это такое? Каждый день вы пишете 3-4 действия, которые меня приводят к главной цели, да, то есть приводят к успеху, приводят к финансовому такому состоянию успешности. Поэтому очень важно здесь расписать такой дневник успеха, это красивая тетрадь, красивая ручка. И каждое утро я пишу 3-4 действия, которые меня приводят к моим результатам в плане моей главной цели. И, конечно, одно действие всегда связано с телом, то есть это спорт, это формат здоровья, да, то есть это подпить воду, добавьте, самой пользоваться продуктом компании, да, то есть вот одно действие всегда связано со здоровьем. Потому что работая много в сетевых компаниях, так как бизнес-тренер, я вижу, как бывает такой синдром выгорания, да, когда человек, полностью погрузивший в бизнес-процессы, забывает о своем теле, о своем здоровье, о своем энергоресурсном состоянии, потому что вы можете дать только то, что есть у вас в минутке. Если вы уставший, если у вас нет энергии, это очень сложно мотивировать себя на дальнейшие результаты, на дальнейшие действия, и тем более передавать эту мотивацию в этой компании, в команду образования, с командой, с партнерами компании. В этом для меня успеха что я афиксирую? Ну, во-первых, три-четыре действия в бизнесе, которые сегодня приводят меня к эффективным результатам и ведут меня к главной цели. Во-вторых, это такие микрообязательства, да, то есть я даю себе обязательства, что сегодня я буду делать в этом формате. Я знаю, что все теплое в компаниях, в теплое индустрии очень много рутинной работы. Ну, например, звонки, встречи, презентации, расширение списка контактов, списка клиентов, постоянное какое-то самообразование. Поэтому я фиксирую каждый день вот эту вот такую рутинную работу. Например, один день в неделю я буду делать звонки, да, то есть по 15 минут с перерывами на какие-то дополнительные свои действия в доме или в офисе, или на работе, да, то есть вот сегодня у меня день звонков, завтра у меня весь день презентации, да, то есть послезавтра я занимаюсь полностью саморазвитой. Ну, я вам рекомендую свой план действий, потому что рутинную работу каждый день выполнять очень сложно. Это трудная задача, это неинтересно, но когда вы компилируете, соединяете эти вещи, то тогда происходит что? Вы начинаете это делать, и сегодня вот сколько вы звонков не делали, это будет только сегодня. Вот все встречи я пока назначаю вот два дня в неделю на встрече, презентации, друг за другом, да, презентации за 30-40 минут, и вот этот день у меня полностью на встрече. То есть я выгляжу хорошо, я готовлюсь к этому, да, то есть вот такой формат, когда мы рутинную работу соединяем в один моно такой продукт, да, и вот это действие, оно вот в таком формате двигается к результативности. Ставим обещание, это микрокомментарии, то есть когда мы говорим о том, что мы даем себе обещание и вечером делаем микрокомментарии. Что я себе обещала и делала ли я это? Третий шаг нашей тренинговой работы, это расставлять приоритет. То есть в нашей жизни есть срочные и важные дела. В чем отличие срочных и важных дел? Важные и срочные дела – это формат, когда важные дела – это только то, что я могу сама сделать, как эксперт, как профессионал. Это моя самая сильная сторона для того, чтобы показать в бизнес-процессах результативность своей жизни, да, то есть это то, что могу сделать я. И, конечно, приоритете именно эти вещи. Срочные дела – это то, что я могу передать, делегировать кому-то другому, да, то есть или сформировать так формат, что эти вещи я делаю очень быстро, в каком-то формате, специально временного отрезка, где быстро эти вещи, опять-таки, компилирую, соединяю и быстро делаю. Но важность именно в приоритете – это то, что очень важно лично для меня, для профессионала, эксперта, и то, что я могу делать. Для того, чтобы понять свои приоритеты, нужно найти 3-4 самых сильных сторон вашей личности, да, качества, те вещи, которые вы делаете замечательно, те вещи, которые вам приносят удовольствие, те вещи, которые наполняют вас энергией. Поэтому, когда вы расставляете приоритеты, вот в нашем ненавием успеха, да, то есть я рекомендую делить, да, то есть все срочные важные дела на такой формат. Опять-таки, главная задача дня, да, то есть вы фокусируете на этом внимание. Затем есть вспомогательные, да, то есть вещи, которые дополнительные, да, то есть такие, как спорт, саморазвитие, тренинги, да, то есть что-то вы изучаете, да, например, вы спортом занимаетесь и слушаете какой-то тренинг, да, то есть такая мультизадачность, но это дополнительные вспомогательные ресурсы для того, чтобы определять именно вот такой тайминг этого дня. Еще очень важно определять время на семью, на отношения, да, то есть на детей, потому что очень часто у лидеров компании минус то, что мало времени на общение с детьми, на общение с семьей, да, как лидеры больших брендов, да, они говорят, что они выделяют прямо социальное время для общения с семьей, да, для того, чтобы в семье запускать именно вот такую традицию, как ритуалы, да, что в среду это вечерний ужин с семьей, да, и мы вместе всегда общаемся, да, и разговариваем о самых важных делах, когда отключаемся от бизнес-процесса и проводим время в семье, в общении, в отношениях. Поэтому, расставляя приоритеты, очень важно понять, что в любом формате есть срочные и важные дела. Поэтому важность наших приоритетов связана с тем, я вам дам четыре закона развития личности. Это важно. Первый – это закон саморазвития, да, то есть вот я не помню дня, когда бы я что-то не слушала, что-то не считала, что-то не изучала, да, то есть не получала какой-то новый навык, да, то есть это очень важно. И когда я получаю новый навык, я сразу формирую свои виды жизни, знать это значит уметь, да, например, если это даже в спорте, или там я всегда что-то начинаю делать, получаю результаты и понимаю, нужно ли мне это дальше или нет. То есть это такое тестирование, называется тех вещей, которые я получаю как знание и превращаю его в опыт. Знать это значит уметь, да, поэтому все, что я знаю, я должна превратить свой личный опыт. Так вот, это спорт. То есть спорт – это наполнение энергии. Любым видом спорта можно заниматься. Я занимаюсь там дыхательной практикой, дыхательной трогой, бегаю по километрам в день, да, то есть обязательно какой-то формат, где я как физически наполняюсь, наполняюсь энергией, природой, дыханием, да, то есть занимаюсь своим телом, здоровым. Это очень важно. Третий формат – это закон благодарности. То есть когда вы живете каждый день в законе благодарности за любое событие в вашей жизни, неважное, негативное или позитивное, то вы уже формируете внутреннюю установку, да, спасибо за все, что происходит в моей жизни, да, то есть я получаю полезные уроки жизни, я получаю полезный опыт. И у меня есть такой формат, что любой человек – это встреча, это ты, да, то есть Всевышний, это Бог, Вселенная, да, это абсолют какой-то. То есть когда вы идете к людям, да, к любимым клиентам, к любимой компании, к любимую команду, то ваш фокус на том, что все, что в вашей жизни происходит, вы за это идете в энергии благодарны. И самое важное, что при любителе я всегда держу, это концентрация. Концентрация внимания на важных вещах, на том, что главное в моей жизни, чтобы не распыляться, чтобы не рассеиваться, чтобы не быть как лежит в тумане, непонятно куда влюбиться, да, чтобы не бежать по этой беговой дорожке и походу делать какие-то вещи. Когда мы фокусируем внимание, это фокус, да, то есть фокус и концентрация, это очень такое приоритетное такое событие в моей жизни, когда я сегодня фокусируюсь на чем-то очень важном. Ну и если, например, у меня такой, ну, инерционный откат, я называю, да, такое немножко состояние усталости, то я делаю день-день тяги, отдыхаю, то есть полностью день-два в месяц я делаю такие релаксационные дни, когда я вообще ничего не делаю, ничего не слушаю, ничего не читаю, ничего не делаю в плане саморазвития, да, например, и это тоже фокус, это концентрация на то, что вы управляете своим энергоресурсом, своим временем, управляете своей жизнью. Шаг расставления приоритетов связан вот с этими форматами, очень много информации по этой теме, поэтому мы будем говорить о том, что с утра вы уже понимаете, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую очередь и что как дополнение в семье, как создание таких ритуалов, да, и создание таких традиций в бизнесе, в семье, в управлении этими вещами. Чествертый шаг называется «Дилетируй все, что можешь». Ну, например, когда я готовилась к этому тренингу, то есть я тоже продеревировала свои внутренние, да, такие ресурсы, взяв хороших наставников, да, то есть самые такие сильные наставники для меня в тайм-менеджменте, это Истан Севич и Брайан Травеси, ну, это просто фундаментальные вещи, которые говорят нам в тайм-менеджменте, эти люди, эти лидеры, действительно достаточно успешные люди, поэтому для того, чтобы создавать что-то, да, никогда не делайте это сами. Всегда нужно понимать, что какие-то важные вещи вы делаете самостоятельно, но для этого я в командах делаю разбор главных сильных качеств, которые есть у меня, то есть я могу делать что-то очень важное, что-то очень хорошо, да, то есть, но некоторые вещи я не учусь делать, и, например, это не получается у меня, человек не может все успеть в этой жизни, да, поэтому директируя все, что можешь, это такой шаг, когда команда образования, да, когда вы расставляете свои жизненные какие-то тоже приоритеты в плане бизнеса. Для этого я всегда рекомендую команду сшать разносторонних, да, уникальных личностей, которые обладают разными качествами, да, и как мать Тереза говорила, я могу делать то, что вы не можете, вы не можете делать то, что я не могу, но вместе мы можем создать очень сильную команду, очень сильный ресурс, очень сильную целевую такую программу для нашей жизни, и вместе мы придем к одной цели, да, то есть, поэтому миссия компании Мир Фукаидана это здоровье, красота и долголетие, поэтому объединяйтесь, объединяйтесь и делегируйте то, что в вашем формате получается у вас в меньшей степени. Здесь всегда я распределяю такие ресурсы, как бизнес-третье предназначение, предназначение личности, я изучаю каждого человека и фиксирую свое внимание на сильных сторонах этого, этой личности, да, на его такой энергоресурсности, где он делает это легко, свободно, да, то есть не напрягает. Поэтому делегировать это формат, такой, знаете, закон лидерства, успешности, закон, когда ты можешь признать, да, что вот это получается у тебя не так хорошо, как, например, что-то другое, да, то есть, и это такой тренинг бесконечно обратной связи, когда вы создаете совместные проекты, когда вы усиливаете себя и друг друга, да, когда вы изучаете каждую личность команды, когда это такой формат команды образования, при этом, когда вы делегируете как лидер в своей команде, в компании, я рекомендую систему подарков, поощрения, да, если человек делает какие-то результаты в сфере своей силы, стороны личности, качеств, то всегда такой формат поощрения, да, то есть очень важно поощрять все действия нашей команды, да, то есть если вы делегируете, то это как минимум благодарность, как максимум подарок, промоушен, премия, презентация, в сфере, вот, такого, знаете, признания, да, человека, в этом каждому человеку нужны свои ресурсы, нужно свое что-то, где он точно понимает, что для него важно, и тогда вы можете спокойно билетировать эти вещи, это вопрос не управленческого, да, ты должен, ты сделаешь, это не в этом формате, в MLM индустрии это не работает на самом деле, и я не за то, чтобы делать, как бы, какие-то наказания, да, то есть какие-то вот такие, как декларация действий, да, можно, но формат такого наказания я не пропагандирую и не рекомендую. Поэтому, что еще важно в делегировании процессов, это делегирование семейных каких-то вопросов, да, когда я рекомендую себе покупать очень хорошую питомню технику для женщин, чтобы все успевать, да, то есть какие-то там робоклины, там, мультиварки, да, то есть чтобы все систематизировать в сфере быстрого отношения к нашей жизни, быстрого такого, знаете, формата, ну, например, я на кухне нахожусь 15 минут, да, то есть и чтобы очень быстро-быстро, да, за то, чтобы было много таких, знаете, заморозки, да, какие-то, ну, формат, когда я быстро все делаю и на кухне нахожусь максимально-минимальное количество времени, да, то есть у меня есть помощники, у меня есть мама, любимая, которая тоже очень много помогает мне в плане домашнего хозяйства, и это тоже формат делегирования, да, с благодарностью, с поощрением, с подарками, поэтому делегирование это всегда обратная связь, это всегда признание, уважительная такая площадка для того, чтобы, ну, поощрить человека в формате того, что он делает, как лучшее качество, то есть, поэтому этот шаг очень важный и этим нужно управлять. пятый шаг нашего тренинга будет связан с форматом контроль планирования таймшипа, да, то есть, что такое контроль? Без контроля ничего не получится, да, то есть, вы можете с утра все тебе, все обязательно написать, сказать, что нужно делать, и если вы не будете это контролировать, комментировать каким-то образом в конце дня, то в принципе все в формате тайм-менеджмента, управление своей жизнью будет фиксировать в какой-то хаотичный такой ресурс. Поэтому контроль, планирование это фокус, когда вы с утра планируете какие-то вещи и потом вы уже тоже проконтролировать то, что я делаю. И здесь очень важный вопрос я и мое отношение к фитнесу, да, я и мое отношение к команде, я и мое отношение к презентации, да, то есть я и мое отношение вообще к тому, что я делаю. Здесь ни в коем случае нельзя жесткого контроля, но я для себя формирую такие, знаете, как называется в моем формате как декларация действий, да, то есть я декларирую это и если в конце дня я что-то не успеваю, да, то есть я говорю, хорошо, значит эти действия я перевожу назад. Но если в течение месяца это происходит, например, часто, то тогда у меня есть штрафные санкции, да, то есть я для себя определяю такие штрафные, никто там не их определяет, а я сама сидит. И я контролирую это таким образом, что если, ну, ресурсного, результативного месяца у меня вдруг не произошло, то я штрафую себя такими форматами, как, например, мыть полы подъед, да, или помогать там, бабушке какой-то, да, или, ну, вот такой формат, когда это в действительном формате, за то, что я не выполнила свои обязательства, то есть я продекларировала свои действия и не выполнила вот этого вот внутреннего такого тайминга, да, когда я, зачем тогда я это делаю, если нет никакого, ну, вот такого формата обратной связи, да, то есть контроля. Поэтому планирование важно, контроль очень важно, да, то есть это вопрос концентрации, да, то есть если лучше, например, целый день делать на облике, да, то есть делать это эффективно, да, то есть это соединение такой, опять-таки, рутинной работы, то, что мне трудно делать, да, но я сфокусируюсь на этом и я обязательно себя проконтролирую. Конечно, помимо наказания, да, для себя я, конечно, поделаю показатель поощрения, да, то есть если я все выполняла, то есть тогда я обращаюсь о подарках, о спа-процедуре, о какой-то поездке, да, то есть каким-то форматом, когда я думаю, вот те вещи, то есть обязательно в тайм-менеджменте запускать процесс удовольствия. Вы знаете, сколько я работаю в этой сфере, в тайм-менеджменте, в тайминге, то я всегда понимаю, что достаточно сложно каждый день системно заниматься этим. Но если вы себя поощряете, если вы легко относитесь к этому процессу, если вы точно знаете, что если ваши результаты вот в месяц, да, будут такими-какими запланированными, то вы все будете поощряя, личное поощрение очень важно. Если вы не сделаете там каких-то результатов в течение месяца, тогда какая-то вот штрафная санкция, да, какая-то, например, там каждые три дня мы получим, да, то есть, ну, это вот такое то, что я рекомендую, да, в формате понимания, что я где-то что-то не проконтролировала, что я что-то пообещала сама себе и не сделала. То есть, это формат такого, знаете, таймшип, это управление, такой образец, управление своей, если вы наберете в интернете эту таблицу, это очень сложный, такой, знаете, ресурс, бухгалтерский ресурс, скажем так, но я, конечно, упрощенно хочу показать, что такое таймшип, поэтому я дам сейчас вам упражнение, да, такое домашнее задание. Возьмите лист бумаги, расчертите его на 12 часов и в течение 7 дней, каждый час, пишите, что вы делаете, да, то есть, это очень понятно для вас, да, то есть, это всего 7 дней, это не нужно делать постоянно, да, то есть, но для того, чтобы провести контроль, анализ, да, такой вот системности вашего жизненного процесса, поверьте, самая сложная в жизни это привычки, да, то есть, наши привычки, они всегда фиксируются и в течение 7 дней вы четко поймете, на что вы фокусируете свое внимание, свое влияние, да, то есть, своего бизнес-процесса. Таймшип – это анализ, анализ того, какие же продуктивные вещи вы делаете, самое главное в тайм-менеджменте и вообще в MLM индустрии самый важный фактор, это такой, знаете, формат отпускания, вот запланировали, отпустили, да, то есть, посмотрели свои привычки, ведь те люди, которые формируют новые привычки, они формируют новый характер, новую судьбу, да, поэтому я за то, чтобы таймшип, да, посмотреть, какой же инерционный откат, то есть, почему я живу в прошлом, почему мои привычки все время повторяются, да, то есть привычное восприятие, привычные действия, привычная такая системность в моей жизни, да, таймшип – те очень будут показать, 7 дней достаточно, если вы это сделаете. Это все для вашего, да, многое анализа, для вашего системного подхода, вот именно в тайминге, да, в управлении времени, потому что сложные процессы, они всегда сложно выпускаются, я за то, чтобы было все просто, просто, а слово просто, если вы хотя бы 7 дней, напишите, вот такой там, таймшип, да, такой график своей жизни, через 12 часов, да, такого светового дня, что же я делаю каждый час, это достаточно легко, просто, да, и потом за 7 дней, вы точно можете показать себе, да, в первую очередь я и мое отношение к своему бизнесу, что же я делаю продуктивно, а что я делаю непродуктивно, почему я все время хочу, как бы, инерционно откатиться от тех важных вещей, которые приносят мне доход, например, приносят мне результаты, приносят мне процессы, да, то есть команда образования. Сегодня вот я делюсь своим таким опытом, да, упрощая эти процессы для того, чтобы вы это запускали. Важно это домашнее задание, сделать и сделать такой внутренний самоанализ, да, потому что самый главный ресурс в нашей жизни это самопознание, познавая себя в свои сильные стороны. И некоторым людям не всегда нравится питание, питание менеджмента, да, то есть, но без этого не будет никакой эффективности. Эффективность это формат, когда минимальными ресурсами вы получаете максимальный результат в своей жизни. Для того, чтобы понимать, вот именно такой контроль жизни, да, в формате бизнес-результативности, важно изучать именно успешных людей. И без тайм-менеджмента я не видела ни одного бренда, ни одного лидера, ни одного сетевика, крупного такого, да, крупной компании, которая бы не формировала этот распорядок дня, да, он достаточно облегченный, и в главной цели есть вспомогательные, есть три действия, которые меня приводят к моим главным, да, результатам моей жизни, те действия, которые я делаю постоянно для усиления своего такого бизнес-результативности, качества жизни, да, и наполнения вот новыми навыками, новыми технологиями. Для чего нам нужны тренинги, да, для того, чтобы мы с вами делились опытом, общались, да, то есть рассказывали важные вещи для того, чтобы упростить на самом деле нашу сложную, трудную, да, какую-то позицию в жизни в плане управления жизни, управления времени. Поэтому важный фактор это легче относиться к тайм-менеджменту, да, даже само слово, оно достаточно сложное, но если вы будете облегченно к этому относиться, испытывать такие позитивные чувства в этом формате, то в принципе у вас все же и получается, и не нужно формировать такую мультизадачность, там 16 дел в день, да, то есть это очень сложно, это выбирает много энергии, да, фокусировать на важных вещах, на главных вещах вашей жизни, и один день формирует такое, знаете, показательное, такое, знаете, тайм-шиф, да, то есть управленческая позиция, да, как же я все-таки провожу каждую день в своей жизни. Вот, поэтому здесь главное, что я даю себе в первую очередь, и очень важно, когда мы занимаемся планированным, в каком внутреннем состоянии мы находимся, я формирую, знаете, три важных состояния в нашей жизни, это инерционное, энергийное и состояние спокойствия. Вот, инерционное состояние это состояние апатии, когда ничего не хочется, когда не проехали, когда нет желания не учиться, не заниматься, вот в этом формате я начинаю сразу рассказывать как психолог, да, как психотерапевт, рассказывать о том, что нужны вещи, сконцентрированные уже на бизнес, это главная цель, но больше действий делать в плане наполнения энергии, да, в плане новых знаний, новых технологий, в плане поиска ресурсного состояния, что же со мной происходит, и если я в этом состоянии, то тогда я рекомендую отдых, да, то есть поехать куда-то отдохнуть, наполниться энергией, там, соприкосновение с природой, да, спорт, то есть что-то такое переключитесь, и если вы в этом состоянии, у вас просто недостаточно энергии, да, чтобы формировать такое тайное наше управление на время и в бизнесе, в этом состоянии вы можете распланировать свою жизнь таким образом, чтобы самый главный ресурс был энергии. И второй такой этап, когда у вас идет наполнение энергией, вы переходите в формат энергии, энергоресурсности, лидерства такого, но здесь появляется такая страсть, такая, знаете, такой позитивный такой скачок, да, что мне вот нужны такие результаты, я вот сейчас быстро все сделаю, это энергийное такое состояние сознания, когда вы очень быстро расходуете энергию, да, то есть, и этот этап тоже в нашей жизни бывает, когда мы таки скачкообразно, да, то есть, прерывисто, как стартапщики, да, вот я сейчас пойду, вот это сделаю, но без долгосрочной перспективы, потому что вы быстро выдыхаетесь, не понимая планирования своей жизни, не контролируете обратную такую связь, да, в вашей жизни, что же происходит со мной в энергиях, поэтому я называю такие, знаете, позитивные болванчики, которые всегда, все окей, все классно, вы молодые мутицы, это часто бывает, но это очень энергоресурсно, поэтому я за то, чтобы контроль и планирование своей жизни формировать в позиции спокойного состояния сознания, да, то есть, когда есть такая позиция, что мне интересного в жизни, в этой жизни, что мне дает такой энергоресурс, бизнес, управление, финансово, благополучие, к чему я стремлюсь, то есть, это такой внутренний самопоиск, когда вы ищете свою главную цель жизни, да, то есть, главную цель, как миссия, да, как внутренний процесс наполнения, да, то есть, своей миссии, да, вот предназначения. Я работаю в этой сфере очень давно в формате предназначения, и это формат поиска своей самой силы способности, да, где я могу более эффективнее себя использовать, поэтому состояние спокойствия, это такая смелость быть собой, это смелость проявлять себя в этой жизни, да, то есть, это состояние, когда вы энергонаполнены, когда вы спокойно двигаетесь к своим результатам, когда вы контролируете, планируете свою жизнь, да, когда вы, я вам даю новые навыки и вы их используете, помните знать, это умнее, да, то есть, возьмите этот тренинг и расскажите к которым лидерам или к этим партнерам в компании, да, пусть они полностью, да, то есть, изучат эту тему, да, потому что тайм-менеджмент в бизнесе, это главный ресурс, да, то есть, это та ценность, которая действительно должна запускаться, у нас есть такой формат, что сетевой бизнес, да, это бизнес такого, знаете, свободного управленческого времени, что хочу, ну, часто бывает такая негативная установка, я с этой установкой полностью не согласна, да, потому что сетевой бизнес это серьезный бизнес, это бизнес серьезных, зрелых, мудрых людей, которые точно понимают свою миссию, точно понимают свое направление в жизни, свой фокус, свою концентрацию, да, и они контролируют это не в формате, жесткого контроля, а в формате такого, знаете, спокойствия стрелы, летящей в цель, да, то есть, это уже стрела никогда не собьется с целью, да, но если стрела кривая, если у него проблема с здоровьем, проблема с энергиями, то тогда эта тела не добьется своей цели, да, поэтому мы помогаем в этой тренинговой работе, да, как же все-таки обеспечить такое энергоресурсное состояние, когда мне все легко, и вот сегодня, да, в этом шаге очень важно передать вот этот тренинг своей команде, передавайте, рассказывайте, передавайте видео, вот этот тренинг, вебинар, да, делитесь, то есть сегодня важный формат это делиться, чтобы понять, что же ценно в тайм-менеджменте, у меня есть такой закон жизни, я ничего не жду от этой жизни, то есть я не живу в системе ожидающего режима, да, то есть кто-то придет и что-то ресурсно в моей жизни исправит, да, я жду от клиентов, от компании, от лидеров, я все время нахожусь в позиции ожидания, и чаще всего все ожидания, которые есть у меня, они не исполняют, и тогда у меня возникают такие негативные чувства, как разочарование, требовательные, да, потенции к миру, да, такое отрицание всего, да, то есть, и поэтому очень многие люди бывают уходят из компании, да, когда они пришли и что-то ждут, поэтому, когда вы в состоянии вот такого запуска лидерской команды, да, то есть я рекомендую не прописывать сильно больших ожиданий, реально, регулярно показывать результаты своей жизни, да, показывать, на чем вы фокусируетесь, как главная цель вашего года, да, например, в этом году я поставила цель запустить 20 кемов в Казахстане, да, в компании, ну, вот, например, моя цель, да, как тренер, да, как обучающая площадка тренерства, мастерства, да, то есть в MLM индустрии, я хочу создать внутреннюю такую позицию, мотивацию для того, чтобы именно мир Каэдана, да, в 20 городах начал, поставил такую площадку бизнес-процессов, да, новых технологий, в MLM индустрии, ну, и с тем форматом, конечно, который есть в компании. Поэтому очень важный формат, это вот именно такое, не брать от жизни вот бесконечные ожидания. Когда вы находитесь, когда вы что-то ждете, у вас нет энергии, что-то делать. И я, конечно, фокусирую свою жизненную позицию на то, как тайм-менеджмент, как управление времени, что сегодня я могу дать. Да, то есть вот сегодня, готовясь к этому тренингу, я формировала площадку, что как профессионал, как тренер, как эксперт в MLM индустрии, в MLM технологии, я могу передать, как опыт. Поверьте, что это действительно действенные вещи, да, которые я запускаю в своей жизни, и, конечно, я это передаю, да, то есть, но через ваше доверие будет видно, через вашу обратную связь, как вы будете создавать свой новый опыт, в плане тайм-менеджмента. Когда вы что-то даете, вы не ждете, да, то есть от жизни, опять, благодарности, от того, что все клиенты придут к вам, или вот компания что-то создаст такое, что-то, то есть вот этой требовательницы уже уходит, да, и вы в состоянии таких позитивных чувств, да, даете тот профессионализм, ту экспертную площадку, на которой вы сегодня находитесь, и создаете каждый день свою внутреннюю мотивацию, как привлечь новых, да, лидеров, новых людей. Я не за то, чтобы приглашать сетевиков из других сетевых компаний, чаще всего это люди, которые приходят со своим уставом, да, и они начинают критиковать работу устоявшейся компании, ваша компания работает 5 лет на рынке, очень стабильная, хорошие показатели дает, да, то есть, и вот лидер-сетевик пришел со своим новым уставом, и начинает все критиковать, то есть он формирует свои какие-то ожидания, что у вас все неправильно. Поэтому, когда вы работаете с такими сетевиками, ну, это сложный формат, я за то, чтобы создавать новые лидеры, да, то есть сегодня возрастная категория 25-35 лет, люди, которые действительно не знают, куда приложить свое дополнительное время, которое у них есть, да, для дополнительного источника дохода, себе удовольствия, подарки, состояние такого, ну, у всех целей в жизни одинаковые, в основном здоровье, да, там, процветание, самориализация, финансы, да, отношения, то есть формат 5-6 целей, которые вот фокусируются на главных задачах нашей жизни, на главных ресурсах, и мы, конечно, к ним все идем разными путями, и вот наша внутренняя программа должна быть создана на то, чтобы показать выводы и пользу от взаимодействия с компанией Мирфика и Дана, показать тот формат, как мы работаем в тайм-менеджменте, да, как мы управляем своим бизнесом, да, то есть это формат системности, это формат, когда я даю четкую систему, не отходя ни от чего, пошаговый инструмент, алгоритм, наш шаблон, такой, знаете, пригодности бизнеса, где именно мои идеи сегодня на рынке, поэтому мы за то, чтобы создать внутреннюю готовность, да, рынка услышать нашу информацию, купить наш продукт, купить нашу компанию, наш бизнес-план, наш маркетинг-план, да, то есть за то, чтобы вот в этом формате мы и работаем, то есть сначала я делаю это сама, потом я это передаю людям, своей команде, и как личность такая очень зрелая, мудрая, да, в виду с людьми, чтобы не помогать, да, в позитивном таком настрое, желание дать максимально то, что я сегодня могу, завтра будут происходить совершенно другие вещи, а сегодня я могу дать вот это, да, то есть и не ожидая ничего взамен, я в законе такого внутреннего, позитивного чувства, да, спокойствия, счастья, гармонии, равновесия, двигаюсь к своей цели. Вот это пятый шаг, это мой опыт, да, о котором я хотела бы вам рассказать. Шестой шаг нашего тренинга, нашего вебинара, это автоматизация процессов. Какая автоматизация процессов, я вам сегодня расскажу свое, то есть как же создать вот эту системность запуска, как создать вот эту передачу, да, то есть того алгоритма жизни, в котором я живу. Все люди разные, у всех разные цели, цели полагания, цели направления, цели устремленных. И как вот автоматизировать процессы, чтобы вот человек, да, делать это в системности, да, регулярно, да, то есть без какого-то вот такого ресурса, когда вы отдаете энергию максимально на первую назначенную вещь. Для того, чтобы запустить автоматизацию процессов, первый такой формат этого шага, это взять ответственность на свою жизнь, на свою бирту. Сегодня формат ответственности, да, то есть не перекладывать все свои негативные опыты, да, негативные результаты на других людей, не оправдываться, не обвинять, а именно взять ответственность. То есть, например, у меня есть такой формат, если я оправдываюсь, я плачу какую-то штрафную сумму, там, маме, например, да, там, тысячу семьдесят, я начала опять оправдывать, или там, или я начала кого-то обвинять, ну, то есть семь дней я делаю, там, раз в месяц такую, например, площадку, да, когда я за то, что это все формирование вот привычного, террективного поведения в своей жизни, и чтобы мой процесс такого автоматизированного, да, запуска бизнеса, чтобы эта системность была вот в такой внутренней, да, мотивации, что я несу за все в этой жизни ответственность, все, что со мной происходит, это очень важно, это главное, на цель моей жизни, моего бизнеса, и на это я делаю акцент. В этом формате. Когда вы несете ответственность за свою жизнь, есть такой внутренний ресурс, который всегда нас продвигает, ну, в минус, скажем так, да, то есть это ресурс, когда я нахожусь в чувстве времени, да, то есть чувство вины, это тоже уводит всю систему с процесса, да, когда вот вы начинаете что-то делать, раз, два, три дела, и у вас не получилось. Ну, это система такая отказа, да, то есть 10 тысяч отказов в сетевой индустрии никто не отменял, как 10 тысяч часов, это примерно 5 лет жизни, да, то есть никто не отменял для запуска такого внутреннего личностного роста, да, для того, чтобы двигаться. Но чувство вины у вас всегда будет вот такая внутренняя, ну, откат, да, то есть инерционный отказ, обычные вещи, к которым вы приходите с прошлыми привычками, например, в Библиюс, да, поэтому взять за то, чтобы не жить в системе чувства вины, то есть не должно быть вот этого выбора, да, что все, что я делаю, неправильно, это такая внутренняя позиция, когда социально прошили нас в детстве, да, что вот ты неправильно живешь, неправильно выбираешь, неправильное решение принимаешь, и чтобы вы могли четко, спокойно систематизировать свою жизнь в бизнесе, очень важно не находиться в этих чувствах. То есть, как Будда говорил, да, если вы не принимаете чувства вины у других людей, оно вам не управляет, да, то есть что же вами управляет? Поэтому вы можете испытывать это чувство, но вы в этом не правы, да, и здесь очень важно взять право на ошибки, да, как один мультимиллионер, богатый человек, видит, да, процветающая эта личность, его спросили, как вы стали таким успешным? Он говорит, я никогда не ошибался. О, как интересно, а почему вы никогда не ошибались? А как вы к этому пришли? Он говорит, я очень много-много-много делал действий. А как вы делали много-много действий? Я очень много-много-много раз ошибался. Чтобы прийти к тому формату, когда вы уже безошибочно, системно, да, автоматизируете свою бизнес-индустрию, свою бизнес-процессу, свои... Нужно получить очень много ошибок. Поэтому возьмите это внутреннее право на ошибку. Будьте легче, будьте искренне, будьте уважительнее, в первую очередь, к себе, к окружающим, да, будьте притягательной личностью, интересной, да, то есть занимайтесь людьми, занимайтесь отношениями, занимайтесь общением, да, то есть, но в этом формате не умеешь улыбаться, не открывай лавку, да, то есть, если, помните, я говорила, эмоционное состояние, аппарат и депрессии, в этом состоянии лучше не выходить к людям, не выходить на продажу, да, то есть сделать такой тайминг, да, как расслабление, да, то есть когда вы 3-4 дня уходите в уменьшение, да, то есть связь с природой, да, наполнение энергией, кому-то там водопады, озера, вода там, да, то есть природа, это все энергонаполняющие вещи, да, массаж, там, и так далее, то есть вот эти форматы очень важны, потому что мы не можем бесконечно делать одно и то же, не уставая, и тогда, чтобы не было синдрома выгорания, да, то есть мы делаем такой баланс между расслаблением и напряжением. Все, что сегодня мы говорили, и с вами связано с методами и способами нашего мышления, да, то есть когда вы четко себя мотивируете на то, что тайм-менеджмент, управление, да, своей жизнью, своим бизнесом – это важный ресурс вашей жизни. У меня есть главная цель, к которой я иду, на которую я концентрируюсь, я не отхожу от этой цели. И тогда вы понимаете, что метод и способ вашего мышления связаны с позитивными чувствами, с позитивными действиями, с позитивными политическими реакциями, на любви и на отношения. А бизнес сетевого маркетинга – это бизнес такого действительно позитивного настроя. Поэтому все не могут заниматься сетевым бизнесом, но все могут стать потребительской, да, кардиной, потребительской такой площадкой, обучать именно вот миссию такой компании, как здоровье, долголетие, красоты, удача из ваших продуктов. И поэтому вот мы говорим, что всем и всегда нужно об этом рассказывать. А вот в бизнес нужно приглашать людей, которые обладают таким методом мышления, да, больше позитивно настроены. Вы заметили, что в сетевой индустрии много так позитивно настроенных людей, лидеров, которые идут путем развития, роста, личностного, такого, знаете, развития своего бизнеса, да, саморазвития. Поэтому очень важно в этом формате, как вы относитесь, да, то есть к регулярным вещам, как вы относитесь к руке, как вы относитесь к поощрению, как вы относитесь к системной такой декларации действий. Очень важно, вот в акционизации процессов, очень важно в команде декларировать свои действия. Например, через полгода я выйду на вот такой уровень карьерного роста, да, в нашем маркетинг-плане, да, вот я делаю декларацию. Если я этому делаю, то тогда 50 тысяч семье я подарю благотворительность, например, если бы матери, да, ну, то есть благотворительный фонд, отправлю эти деньги, да, то есть и вы публично декларируете свои обязательства, да, перед командой, перед лидером. Это действительно не как формат наказания, а формат такого обязательства, да, когда вы перед группой людей, да, берете обязательства, и тогда все ваши шесть месяцев будут автоматизированы, тогда вы запустите вот эту внутреннюю систему для получения позитивного результата. То есть, например, этого уровня, да, вы достигнете этого карьерного, такого уровня в бизнесе, то обязательно вы тоже декларируете, я куплю себе путевку, например, с семьей, да, в Туркии, в Эмиратах и так далее, да, то есть вы говорите о том, что очень важно публичное выявление, да, публичные вещи, и в законе вот такой благодарности, да, что я благодарю компанию, команду, я благодарю наших лидеров за то, что они дали возможность, да, даже в тайм-менеджменте управлять именно своими результатами. Когда у вас есть фокус внимания на своей главной цели в жизни, и на главной цели миссии компании, на главной задачи компании, повышение уровня эффективности, да, то есть повышение уровня самой командообразующей структуры, да, как команда двигается в бизнесе, как она развивается. То есть вот эти вещи очень важны, и, конечно, здесь, ну, как вы знаете, нужно говорить, в чем же формат вашего такой внутренней гармонии. Гармонии, если вы будете заниматься только физикой, да, помните, одно действие вы декорируете в день для увеличения энергии тела, да, то есть обязательно для отношений, для каких-то, то есть каждый день у вас есть действия, которые не связаны с бизнесом, связаны с семьей, да, с здоровьем, с саморазвитием, со спортом, да, то есть какие-то действия вы систематизированно делаете для себя, для внутреннего общения в семье, да, то есть это очень важно. И когда вы берете вот такую декорацию, публичное заявление, то очень легко припекать к результатам, да, то есть когда вы четко, зрело, осознанно уберете вот эти результаты и двигаетесь к ним. Поэтому такой формат, такого тренинга, такого вот запуска, какие вещи еще очень важны в тайм-менеджении, то добавь какие вопросы себе, да, что мне сегодня нужно делать для того, чтобы улучшить результаты на моей жизни, на моего бизнеса, что сегодня энергонаполняет меня, что сегодня приносит мне удовольствие, да, то есть это формат, когда вы фокусируетесь на внутреннем своем состоянии, на внутреннем своем отношении к жизни, к бизнесу, да, то есть к саморазвитию, к обучению, то есть в смысле формата. И, конечно, важно здесь еще знать свое отношение к этому. То есть если внутри есть такой негатив, да, я нажму туда, то есть вы, чем это нужно, всю жизнь все было, все хорошо, мы как-то работаем, как-то получаем результаты. Ну, поверьте, изучая лидерские навыки, да, очень богатых, успешных людей, я рекомендую найти 3-4 мастера, наставников интернета, да, которых вы будете изучать, их путь, их развитие, их результативность. И желательно, чтобы это люди были сетевики, да, со старшим работой в сетевой компании, потому что сетевая индустрия, она обладает немножко другим ресурсным состоянием, и здесь невозможно внедрять вот эту систему по найму, да, когда вы работаете по найму, потому что не все системы, да, что-то, конечно, можно взять, но в целом сетевой бизнес – это бизнес мотивации, это бизнес стимула своего внутреннего, да, зачем я здесь нахожусь, что ли могу дать людям. И вот в этом формате мы двигаемся для того, чтобы дальше показывать свою результативность, свои качества, свои навыки. Поэтому очень важно сегодня, да, в этом тренинге, ну, как бы такое домашнее задание, да, передать людям именно те площадки, которые вы сегодня получили как навыки, как опыт, да, то есть важно в обучающем процессе людей, это очень важно, это доверие, да, экспертам. Найдите экспертов, профессионалов, сетевиков, да, учитесь, да, через доверие обязательно вам нужно проверить результативность этих людей на своем личном области. И тогда у вас появится такая площадка уверенности в себе, да, когда вы уверенно двигаетесь в своем бизнесе, двигаетесь к своим результатам, двигаетесь в своей внутренней системности. Поверьте, если даже сегодня вы возьмете из этого тренинга, вот 4-5 процентов из того, что я сказала, и сделайте это своим навыком, своим личным опытом, да, и поделитесь 5-6 партнеров компании вот этим тренингом, да, то есть понимание вот этой индустрии, да, то есть MLM-индустрии именно в тайм-менеджменте, да, то есть управлении своей жизнью, жизнью, времени. Результаты будут достаточно хорошие, и мы за то, чтобы дальше двигаться с вами, дальше изучать все процессы, изучать работу, да, с людьми. Поэтому самый такой главный, да, аспект тайм-менеджмента, это такие ценности, да, это управляй, люби, и действуй, да, то есть управление – это моя ответственность. Я управляю своей жизнью. Все, что происходит в моей жизни, я несу за это ответственность. Делай это, ребят. Найди любимое дело, и никогда не работай. Такое выражение, оно очень важно, потому что состояние вот этой любви к людям, состояние, когда вы дающие, да, когда вы дающие, когда вы даете именно то, что вы можете максимально себе дать, когда вы не критикуете себя, не зажимаете себя в формате вот тех внутренних действий, которые я вам рекомендую для себя, как тайм-менеджмент, тайминг, да, создать в своей жизни. И, конечно, главная, да, такая ценность нашей жизни – это действие, действие, действие. Получая такое, знаете, право на ошибку, да, то есть формирует такой формат, что все, что вы делаете, вы получаете свой новый навык, да, системный того процесса, который вы запускаете, и как личность развивающаяся, интересная, да, и у этих людей. Потому что очень ценно это общение, это коммуникация, это идти к людям с хорошим, внутренним, позитивным настроем. И в действиях, в этих форматах, когда вы в коммуникациях учитесь, да, то есть, например, передав этот тренинг людям, вы точно можете понимать, что я сама понимаю, о чем я говорю. Я сама это внедряю в свою систему жизни. Я сама это делаю и рассказываю другим людям. Очень легко передавать свой опыт. Если есть опыт, то передача всегда легкая. Когда нет своего опыта, а есть только знания, да, то есть на первом таком этапе это достаточно сложно. Но когда вы часто, часто, часто что-то делаете, да, такая, как традиция, ритуал, повторение, да, того, что я сегодня изучила, в этом тоже есть ценность вот значимости своего времени, да, значимости вот той жизни, в которой я живу, того бизнеса, который я продвигаю в своей жизни. Поэтому такое домашнее задание, да, создавать дневник осознанного успеха, да, то есть это такое тайм-обещание, да, где вы три-четыре действия делаете для того, чтобы посмотреть результативность своего дня. Три действия связаны с бизнесом, одно действие связано со спортом, с семьей, ну, каждый день что-то с вами, да, то есть когда вы говорите, что себе, что у меня для внутреннего баланса все аспекты жизни должны быть в гармонии, в равновесии, в балансе. Очень важно передать этот тренинг, передать это вот такое, знаете, опыт на площадку, тайм-менеджменте, в управлении жизнью, личностью. Делайте это любя, делайте это легко, делайте это очень, ну, в таком облегченном формате. Поэтому, что важно? Важно сегодня получить новый навык, поделиться этим навыком с людьми, рассказать об этом другим людям. И я люблю свою работу, я люблю свое тренерство, я знаю, что это мое предназначение. Ищите свое бизнес-предназначение, ищите системность определенных процессов жизни, ищите, как управлять своей жизнью, как жить в той внутренней гармонии, в балансе, когда вы не напрягает, создаете большие результаты своей жизни, любя компанию, команду, любя людей. То есть, и вот этот формат, несите в любви, несите в жизни. Поэтому на сегодня я то, что хотела вам передать, передала. Я очень рада вас видеть, слышать. Да, завтра как обратную связь по этому тренингу. Будем дальше двигаться. Следующий тренинг у нас будет связан с бизнес-системой продажи, инновационной технологией, в МЛМ-индескопе. Буду делиться своим опытом. И до новых встреч, до новых результатов в нашей жизни, до новых навыков, опыта и общения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok